Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы посмотрим, как можно сделать дремель в домашних условиях. Для начала нам понадобится принтер, который уже свое отжил. Зверски его расковыряв, мы можем оттуда вытянуть вот такой вот блок питания или любой другой, который вам попадется. Он нам пригодится, мы его будем использовать для питания двигателя нашего дремеля. Также в самом принтере можно найти моторчик, вот такой маленький. Можно найти побольше моторчик. А можно найти совсем огромный здоровый мотор. Маленький я решил не брать, потому что он мне показался слабым. Большой мотор, он довольно-таки тяжелый, увесистый, в руке он будет тяжелый, неудобный. А средний он в самый раз, я решил взять его. Итак, что же нам нужно дальше сделать? Нам необходимо посмотреть модель нашего мотора, чтобы узнать, какой диаметр у его вала. Потому что в зависимости от диаметра вала, нужно приобрести соответствующую насадку, которая и сделает наш моторчик дремелем. Вот такая вот насадка, ссылку на нее вы найдете в описании. Также нам понадобится крышка от бутылки и выключатель. В крышке от бутылки мы делаем несколько отметок, для того, чтобы сделать отверстие под наш выключатель. Вот что у нас должно получиться. Выключатель довольно-таки плотно встает и не болтается. Даже если отверстие будет больше, не страшно. Вставляем провода в отверстие в крышке и припаиваем один конец, один из контактов проводов к двигателю. Второй оставляем висящим. Также нам понадобится небольшой кусочек провода, который мы припаиваем к другому контакту двигателя. Теперь пробуем, как на всем этом будет крышка наша сажаться. Вот примерно так это будет. Теперь при помощи клеевого пистолета мы все это закрепим. Вот что у меня получилось. А остатки и излишки клея мы обрежем. Также нам понадобится пластиковая бутылка. Берем линейку и от горлышка, от начала горлышка, отмечаем примерно 6,5-7 см. И на этой бутылке делаем разметку, примерно вот так. Можно конечно края закруглить, не сделать их не прямыми, а более круглыми. Теперь нам нужно все это вырезать. Вот что у меня получилось. Бутылка, с которой я вырезал, к сожалению, была немножко мутной. Теперь нам нужна зажигалка и мы аккуратно обрабатываем край нашего изделия, для того, чтобы не было никаких зазубрин и крышка не царапалась. А также для того, чтобы она была более крепкая и не поломалась. Делаем это аккуратно, чтобы не поплавить пластик. Также делаем внизу небольшую прорезь, для того, чтобы можно было легко одевать нашу защиту. Также нам понадобится несколько мелких неодимовых магнитов. Их можно отовсюду вытянуть. Я приклеил несколько штук на внутреннюю часть нашей защиты. Теперь эта защита легко становится на мотор и довольно крепко держится, сама не отпадает. И в то же время ее можно легко снять руками. Очень удобно, можно легко снимать и легко одевать. И при этом она будет сама довольно крепко держаться. Также нам понадобится термоусадка, в которую мы и загоним весь наш двигатель. Вот что у меня получилось. Теперь нужно прорезать паз в термоусадке, для того, чтобы вставить туда выключатель. Итак, мы прорезали, вытаскиваем оттуда наши провода, которые мы там спрятали. Аккуратно их достаем, чтобы не оторвать пайку. Они у меня спаяны, потому что я тестировал работу моторчика. Сейчас мы их рассоединяем и нам нужно подпаять выключатель. Отлично, выключатель припаян. Теперь мы можем все собирать вместе и ставить выключатель на свое место. Все отлично. Отлично. Теперь надеваем насадку и можем проверить, как будет работать наш дремель. Не будет ли каких-либо проблем, будет ли нормально работать выключатель. Собираем, аккуратно все зажимаем. И вот так вот будет примерно выглядеть наш дремель. Теперь перейдем к нашему блоку питания. Разбираем его, достаем схему. Я уже провода выпаял и теперь нужно припаять провода питания от нашего мотора к самому блоку питания. Аккуратно все это делаем, чтобы не было ни один ни коротышей, ни недопая, чтобы все хорошо работало. Провода припаяны и собираем блок питания обратно. Ставим его в корпус. Также аккуратно все собираем, чтобы не было никаких проблем. Чтобы все хорошо работало. Итак, все готово. Можно тестировать работу. Как видим, от выключателя дремель легко включается и отлично работает. Тестируем. Я этой пилой уже немножко пилял разные материалы. Тестировал, что она может пилять и что нет. Поэтому она немножко у меня уже подтупилась. Попробуем теперь с защитой. Включаем. И все отлично работает. Защита держится, никуда не отваливается. Наш дремель готов и можно им свободно пользоваться в любых хозяйственных нуждах. Отлично. Буквально за копейки мы дома сделали замечательный дремель. Вот что в итоге у меня получилось. Сам блок питания и сам дремель, который довольно-таки удобно лежит в руке. У меня там стоит уже сверло. Я им пробовал и сверлить, и пилять. Очень удобно. Также крышка от бутылки довольно-таки легко становится, легко снимается, легко одевается, хорошо держится, от вибрации или от удара не отваливается. Очень простой способ сделать миниатюрный дремель для дома. Вам желаю удачи, успехов. Подписывайтесь на канал, ставьте свои отзывы, лайки. Самой лучшей наградой будет для меня, если вы поделитесь этим видео в социальных сетях. Всем пока.